Вы знаете, хочу привести пример, который очень ранен в моей душу. Один известный человек в нашем государстве, когда ему сказали, ну что же будет с лекарствами? Все, лекарств нету, многие жизненно необходимые лекарства не приходят из-за того, что скачок цен, да, и вот этот непонятный курс все время, а просто их не заказали, а просто люди умирают без лекарств. Вот, а человек сказал, ой, давайте, надо производить свои лекарства. Понимаете, ну вот это и серия этого, это ни о чем разговор, это исключено, я не верю в это. Для этого нужно, я слушала передачу одну, где сказали, чтобы для того, чтобы поднять наше не растение, водство, чтобы поднять наше сельское хозяйство, нужно как минимум иметь свой семенной фон, как минимум, а на то, чтобы создать свой семенной фонд, нужно 20 лет, это как минимум 20 лет. Все, о чем сейчас мы, о чем, о каком импортозамещении, а где у нас исходные материалы, где у нас, что у нас развито, что у нас, какие у нас научные, у нас нет, вернее, они есть, но они жестоко грязнут бюрократических, вот этих, все, не дают умам, не дают места для развития. У нас есть только новые технологии, изобретений нет, все, точка. Вот если бы я стала лицом государства, ну, понятно, что когда кушать нечего, все деревни там, и понятно все, и многие люди пьют, потому что некуда пойти, негде работать, самое главное. Понятно, что другие проблемы, но проблема огромна, что у нас-то своего-то, кроме нашего «я», вот этого «я» нашего, понимаете, какие мы сильные, какие мы великие, боже мой, вот кроме этой агрессии, я ничего не вижу. Нити бесплоченности, я не вижу бесплоченности. Вы знаете, извините меня, я была в Израиле, да, это государство далеко от нас. Я обалдела, обалдела, какая же у них сплоченность, какая гражданская позиция. Вот поверьте, что нужно один раз просто съездить в это государство. Я не знаю, кто там, к каким друзьям, многие говорят, ой, мы ездили к друзьям, плохо, а я смотрела на людей, просто. Там, если человеку плохо, 10 подбегут, 10 подбегут, доведут, да, насколько они уважают свое государство, а государство уважает их, боже мой, какая-то великая совершенно сплоченность. Вы знаете, я русская, я совершенно русская, но я восхищена, я совершенно восхищена этой страной, этим народом, потрясающим совершенно. Вот, не хотелось бы, чтобы у нас так было, понимаете, но уже хочется, вот все-таки, чтобы руку подавали, чтобы не сидели мужчины в метро, когда стоят женщины пожилые, тем более, которые приехали сюда работать, понимаете? Это вообще не их места, извините.